В праздник Рождества в нашем монастыре и в том числе в приюте стоит главная задача прославить как можно больше имя Божие, то есть в том числе и спеть красивую торжественную службу праздничную, чтобы стоящие в храме люди радовались этой службе, чтобы у них было чувство молитвы. В свою очередь мы своим пением приносим благодарность Богу за то, что Он нам дал в течение всего этого года. Поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым. Воспитанницы приюта очень много времени уделяют подготовке к празднику, несмотря даже на то, что под конец учебной четверти очень сложно находить свободное время. И все же, девочки младших классов и несколько старших уже вовсю готовят новую рождественскую сказку, веселую и добрую, с красивыми танцевальными номерами и песнями. Для детей это и игра, и полезное, и нужное дело. Через поучительный сюжет, который они покажут в праздник, на сцене, многие люди приобретут утешение и радость, а кто-то изменит даже свои мысли. Для вас, дедушка Моро, супер, лапец и плывут. В подготовке к рождественской сказке участвуют и сестры монастыря. Шьют костюмы, репетируют с девочками роли, разучивают песни. И отношение сестры к своему делу, и помощь ее детям, любовь к детям, вот в этом во всем выражена. Какое же Рождество без подарков и рождественских сувениров? В Николос-Ольбинском монастыре существует традиция испекать ягнят на Рождество Христово. Сестры украшают его ленточками и колокольчиками, и рождественский подарок готов. Ягненок – это символ Рождества Христово. Смиренное животное, чистое и непорочное. К льву был рожден Господь, как агнец, и как агнец смиренный был принесен в жертву за грехи людей. В керамической мастерской на общем послушании сестры готовят рождественские сувениры – ангелочков и ягнят. С молитвой и любовью сестры исполняют каждое действие, которое в результате рождает на свет необыкновенный сувенир. Маленький подарочек, сделанный с молитвой, принесет радость и рождественское благостное настроение каждому, кто его получит в подарок. Все неурядицы и трудности, которые возникают при подготовке и организации большого праздника, благодаря общей молитве и исполнению послушания, разрешаются сами собой. Весь рождественский пост идет самая главная подготовка. Мы готовим наши души к встрече с новорожденным младенцем Христом и надеемся в святые рождественские дни ощутить благодать великого праздника Рождества Христова. Вот такой праздник чудесный, и каждый готовится к этому. Даже елочки, даже ластуи, все горят. И горят и днем, и ночью. Мы каждый день приближаемся к этому Рождеству, к празднику. И каждый приходящий заходит, как в сказку. И идет на встрече Рождества прямо в храм, в этом святящейся аллее, с святящимися туями. Хочется поздравить вас с наступающим Рождеством Христовым. Обязательно увидеть вас на наших праздниках, особенно на Рождество. Ждем вас. Приезжайте. Рождество. Рождество. Рождество.